Доброго вечера. Сегодня мы будем говорить об очень интересной теме. Это будет касаться личного капитала каждого. Мы обязательно с вами проговорим несколько разделов, которые, возможно, вы с ними уже соприкасались, а, возможно, вы услышите что-то новое. Итак, капитал. Это будет первый раздел. Второй раздел – это будут деньги и время. И третий раздел, он будет более такой философский. Сколько денег нужно для счастья? И хватит ли вам личного капитала для того, чтобы быть в этой жизни счастливым? Почему тема? Почему личный капитал? Знаете, я когда-то очень давно встретил одного интересного человека, который мне сказал о том, что вся наша жизнь – это цифры. И каждый свой день рождения ты должен делать новый шаг в будущее. И ты должен делать баланс. Баланс, как ты прожил свой год. Я начал писать, записывать хорошие и плохие дела. Таким образом, у меня появился первый баланс. Потом я к этим хорошим и плохим делам я начал присоединять цифры. Сколько у меня денег было год назад, сколько денег у меня через год. Таким образом, я увидел, что капитал может увеличиваться или может уменьшаться. Таким образом, это превратилось в большую математику, а дальше это превратилось в экономику. А потом это превратилось в личный капитал, который зависит от меня, от формы моей жизни, от философии моего капитала. И именно об этом мы сейчас с вами будем разговаривать. Итак, первый, кто раскрыл тайну капитала, был такой бородатый мужик. Зовут его Карл Маркс. 1867 год. Он написал первый том, потом написал второй, третий появился немного позже. Но смысл этого капитала был в том, что он раскрыл глубинные процессы капиталистического общества. Как же все-таки работает капитал? Что это за величина? Как его нужно принимать и как нужно зарабатывать этот капитал? Тайна этого капитала заключалась в добавленной стоимости. Вы знаете, что есть себестоимость любого товара, есть продажная цена. Вот эта добавленная стоимость, это та величина, из которой начинает происходить тот капитал, о котором мы разговариваем. Конечно, он погрузился во все тайны экономических процессов общества. Он рассказал об эксплуатации простых рабочих, кто становится капиталистом, как капиталисты эксплуатируют простых людей. Но мы об этом сейчас и о политике говорить не будем. Мы говорить будем только о том, что касается нас непосредственно. Итак, я бы задал вам самый главный вопрос, на который я же и отвечу. Итак, что мы сегодня имеем в обществе? Политическую экономику или экономическую политику? И это проблема номер один. Тогда, когда вы сами себе ответите на этот вопрос, что вас больше интересует, тогда вы поймете, где вы со своим капиталом. Или вы политик, который пытается управлять экономикой и создает свой капитал? Или вы экономист, который влияет на политику и создает свой капитал? Вот это две величины, которые на сегодняшний день существуют в нашем обществе. И вы точно поймете, кто из них придет к последнему вопросу моей лекции, сколько денег нужно для счастья. Кто из них будет более счастливый, политик или экономист? Итак, учения о добавленной стоимости, они принципиально перевернули более ста лет назад сознание экономистов, были созданы целые теории, они были использованы для эволюции и развития общества. И тем не менее, до сих пор эта тема является очень полезной для общего понимания всех процессов, которые происходят в обществе. Давайте мы все-таки разберем, что может быть нашим личным капиталом. Ну, у каждого из нас есть свои активы и пассивы. Активы – это те доходы, это те деньги, которые к нам приходят ежемесячно. Ну, это заработная плата, это может быть какая-то аренда квартиры, которая приносит вам ежемесячный доход. Это могут быть другие какие-то доходы, вами производимые, ну, там, ваши хобби, ваши увлечения или еще какие-то величины. Но в то же время у вас есть пассивы, то есть есть расходы, которые нужно содержать и те постоянные расходы, которые вы совершаете чуть ли не каждый день. Это мобильная связь, это коммунальные платежи, это содержание квартиры, та же пища и другие расходы. То есть мы получаем две влечения – активы и пассивы. Именно баланс между активами и пассивами и формирует ваш капитал. Как же управлять этим капиталом и как управлять активами и пассивами? Конечно, нужно искать гармонию. Гармонию между активами и пассивами. И обратите внимание, что если перевести экономические термины на наши житейские термины, мы получаем наши желания и наши возможности. И желания и возможности должны также быть сбалансированы. Если у вас есть 1000 гривен, вы не можете сделать расходы на 1200 гривен. Точно так же вы не можете совершать другие вещи, которые превышают ваши возможности. Поэтому или вы ограничиваете свои желания, или вы увеличиваете свои возможности. Возможности с помощью капитала. И давайте посмотрим, где же у нас есть все-таки источники. Источники для желаний и источники для возможностей. О чем мы будем с вами говорить? Вспомните, как начинается любое дело, за которое вы беретесь. Сначала вы думаете, мыслите, делаете структуру. То есть вы израсходуете свое свободное время для того, чтобы максимально сконцентрироваться на задаче, сделать какой-то алгоритм решения. И только потом вы начинаете инвестировать туда свой труд, свои деньги и привлекать своих друзей. То есть без инвестиции своего свободного времени, без инвестиций денег, в то бизнес-дело, которое вы себе планируете, ничего не происходит. Если какой-то из этих процессов нарушен, бизнеса не будет. Никакого эффекта не будет. Ваш капитал не будет увеличиваться. Кроме того, не забывайте о том, что у активов и у пассивов есть такая величина, как накопление. Каким образом формировать эти накопления? Правильно их формировать. И для того, чтобы ими можно было правильно пользоваться. Рекомендую от тех доходов, которые у вас есть, или тех активов, которые приносят вам доходы, процентов 10 или 20 откладывать в такой специальный конверт, который написано там «расходы будущих периодов». Это может быть ваше путешествие, это может быть покупка, которую вы очень долго ждали. Но тем не менее этот конверт у вас должен быть. Точно так же вам нужно научиться разделять возможности инвестирования. Куда вы хотите инвестировать? Это не должны быть только путешествия. Вы можете инвестировать в свой интеллектуальный капитал. Что является интеллектуальным капиталом? Это ваше знание, это ваше образование, это ваши навыки, которые вы приобретаете самостоятельно в процессе вашей жизни. Кроме того, у вас существует еще один капитал. Это социальный капитал. Социальный капитал – это все ваши друзья, это все ваши коммуникации, связи горизонтальные, это социальные сети, потому что когда вам нужны будут помощники, друзья и консультанты для открытия собственного бизнес-процесса, именно они помогут вам сформировать личный капитал или развить этот личный капитал до следующего уровня. Поэтому не забывайте о том, что капитал может быть и нематериальным. Он может быть таким, за которым нужно также ухаживать, также израсходовать свободное время и также уделять ему много свободного времени. И теперь давайте мы увидим зависимость. Все говорят, время – это деньги или деньги – это время. В чем тайна? Где прячется ответ? Ответ очень простой. Если вы желаете быстро доехать до ЖД вокзала, у вас есть несколько путей. Идти пешком, на велосипеде, такси, трамвай, троллейбус. Обратите внимание, что количество времени, которое вы израсходуете по всем этим пяти элементам, разное. Но если вы хотите ускорить это время, вы должны заплатить деньги. Значит, у времени есть материальная стоимость, формат денег. Вы даете деньги для того, чтобы купить время. Или вы продаете свое свободное время для того, чтобы получить деньги. То есть вот формат – отдаю, получаю. Деньги – время. Теперь давайте посмотрим, где же эти деньги существуют, в каком формате, где они находятся. Они находятся в стороне добро или в стороне зло? Они приносят нам что-то духовное или они забирают у нас что-то материальное? Очень сложный вопрос. Я думаю, что деньги находятся не там, не там, не там и не там. Деньги – это всего-навсего инструмент, с помощью которого вы можете сделать добро. С помощью денег. Вы делаете добро. С помощью денег вы делаете зло. Это ваш выбор. Это ваше право принимать решение. И вы несете за него ответственность. Хорошо вложенные деньги – вы получаете дивиденды, получаете прибыль. Плохо вложенные деньги – вы ничего не получаете, а вы теряете. То есть управляя своим личным капиталом, вы точно понимаете, куда вы двигаетесь. Хуже, если вы не понимаете, куда вы инвестируете свои деньги в свое будущее. И вы должны понимать, что духовное и материальное с помощью денег увеличивается или уменьшается. Ваше желание – это эмоции. Ваши возможности – это эмоции. Вы их можете только увеличивать с помощью денег. И это зависимость, которая мешает вам принимать правильные решения. Поэтому ваш капитал очень зависим от этих величин. И сама форма денег требует от вас философии. Как я пользуюсь этими деньгами? Часто ли я делаю эмоциональные покупки? Прихожу купить хлеб, а покупаю полную корзинку всяких вкусностей. Знак вопроса – нужно ли было это делать? Запланированы у меня эти расходы или нет? Это говорит только о том, что у вас нет четких параметров, где вы координируете себя, управляете, ставите задачи, планируете свое будущее. И помните, если вы выделяете одну минуту времени для планирования своего будущего, вы экономите 10 минут физического труда. Теперь думайте и соизмеряйте. Сложный вопрос и скорее философское размышление в части того, что… Я приведу вам пример. Существует виртуальный банк. В этом банке у каждого из вас счет. И на этот счет каждое утро кто-то, неизвестно кто, вложит вам на этот счет 86 400 долларов. Вам можно этими деньгами пользоваться, но вы не имеете права их перебрасывать, отдавать кому-то. Вы можете использовать только на себя. Вы можете вложить эти деньги только в себя. Но ровно в 12, как в той сказке про Золушку, деньги исчезают. И следующий день вы начинаете сначала. Вы же прекрасно понимаете, что вы не можете эти все деньги использовать. Вы прекрасно понимаете, что эти деньги в сухом остатке где-то остаются. И вы кому-то дарите какие-то возможности. Знаете название этого банка? Это банк времени. 86 400 секунд каждый день вам дарят для того, чтобы вы инвестировали в себя эти деньги. А вместо этого мы сидим, смотрим фильмы, которые нас не развивают. Мы играем в PlayStation, который нас развлекает. И мы тупо расходуем эти деньги не по назначению. Свободное время, которое мы могли бы использовать для себя и проинвестировать эти 86 тысяч в себя, мы, к сожалению, этого не делаем. А теперь представьте себе, я усложню вам задачу. Ваше свободное время, один час, стоит 1000 долларов. Вы готовы продать мне один час своего свободного времени за 1000 долларов? Думаю, что вы согласитесь. А скажите мне, пожалуйста, а почему вы сами у себя этот час не покупаете? То есть продать мне вы согласны, а сами у себя купить вы не согласны. Использовать этот час по назначению, получить новые навыки, заняться самообразованием, получить новый, следующий уровень своего развития. Этого мы не хотим. Мы готовы механически, руками работать, но только не развиваться, только не думать. Теперь понимаете зависимость? Время, деньги. И когда это все проходит через нас, мы становимся или богатыми, или бедными. Все ваши возможности нужно монетизировать. Любая ваша способность, возможность, навыки, если вы не можете их превратить в деньги, она вам не нужна. Она неэффективна. Поэтому на свой день рождения берите бумажку и делайте баланс. Кто, что и как вы прожили этот год. Вы увеличивали свои капиталы, в том числе и материальные, или они у вас не росли? Как управлять капиталом быстро? Как принимать решения для того, чтобы не потерять время? Есть правило двух минут. Я очень его советую вам. Если вы не можете в течение двух минут решить эту проблему, отложите ее на завтра. Я хочу сказать, что 90%, ну 80% проблем решается в течение двух минут. У нас не хватает силы, воли принятия решения для этих двух минут. Мы просто приоритеты неправильно расставляем. И я хочу вам сказать, что у вас все проблемы исчезнут. Исчезнут, потому что две минуты на решение одной проблемы – это пустяк. Планировать нужно всего-навсего 4 часа времени в день. И все остальное время будет у вас свободно. И вы будете использовать его в себя. Вы будете использовать для себя. Вы будете развивать себя. Вы будете получать навыки, которые будут вас развивать. Проблемой является концентрация. Отсутствие концентрации – это простая потеря времени. То есть сначала мы теряем время, у нас его не хватает. Потом мы получаем 5-6 дел, у нас остается 10 минут, и мы все не успеваем. То есть вот вам концентрация за отсутствие концентрации – это значит отсутствие времени для принятия правильного решения. Вы не можете быть эффективными. Что делать? Каким образом двигаться дальше, чтобы ваш капитал увеличивался? Вам нужны новые друзья. Вам нужны новые образовательные программы. Вам нужны инвестиции в себя, в части хобби, навыки, профессиональные, какие-то новые возможности. Если вы чувствуете, что вы достаточно профессиональны, возьмите отрасли, которые находятся рядом с вами, которые по горизонтали. Расширяйте свое мировоззрение. Особенно важно – это новые эмоции от новых людей. Ради этого мы живем. Ради этого мы не помним номер трамвая или троллейбуса, в котором было смешно. Но мы всегда вспомним тот анекдот, который рассмешил весь троллейбус. Вот эти эмоции остаются с нами всю жизнь. Главная ценность, которую вы должны получить в жизни – это способность зарабатывать деньги. Вы должны сделать это философией своей и превратить в навык. И все, за что вы беретесь, надо превращать в деньги. Тогда вы будете получать максимальное самоудовольствие, а ваши балансы личного капитала будут только увеличиваться. Сколько денег нужно для счастья? Переходим медленно на самое главное. Мы живем своими желаниями. Желания огромные. Нам нужен один дом на протяжении всей жизни. Скорее всего, одна квартира, несколько автомобилей и какие-то расходы, которые будут сопровождать нас всю жизнь. Обязательно дома сядьте и посчитайте это все. Это все допустимо. Пусть это будут миллионы. Кроме того, у нас есть фиксированные расходы в месяц, у нас есть фиксированные расходы в день, у нас есть фиксированные расходы в течение 3-5 лет. То есть это расходы, которые способствуют нашей обыкновенной жизни. Это все легко посчитать. Это несложно. И когда вы все эти расходы соедините вместе, у вас появится цифра, которая фактически нужна вам для того, чтобы прожить эту жизнь счастливо. Со своими студентами, когда мы обязательно в деловой игре это тестируем, цифры достаточно смешные, начиная от 300 тысяч долларов для всей жизни, заканчивая 18 миллионами долларов. И никто не может объяснить. Я говорю, а теперь делаем очень просто. У вас есть цифра вашего счастья. Разделите ее, пожалуйста, на 600. Каждый человек, будем говорить так, работает 600 месяцев за свою жизнь. Разделите. И вы увидите заработную плату, к которой вам надо стремиться. Все. Если вы не можете получить эту заработную плату, берите еще одну профессию и двигайтесь дальше. Еще нужно двигаться, еще одну профессию берите. Становитесь универсальным бизнесменом, который готов зарабатывать большие деньги. Потому что у нее есть большие навыки. Теперь давайте мы подведем итоги и коротко пройдемся еще раз по основным критериям, которые являются очень важными для того, чтобы мы точно понимали, где наши границы личного капитала и как этот капитал взаимодействует с другими капиталами. Простой пример. Брак. Вы со своим личным капиталом вступаете в брак, в партнерство с другим личным капиталом. И не всегда эти личные капиталы одинаковы. Обратите внимание, что это не партнерство равных. Это компромисс, в результате которого нужно быть дипломатом для того, чтобы управлять своими капиталами и увеличивать. Мало того, объединение капиталов способствует тому, что расходы у вас уменьшаются, а доходы остаются теми же. Таким образом вы получаете дополнительную стоимость или дополнительный капитал, объединив личные капиталы. То есть это является элементом прогресса. Наличие свободного времени позволяет вам смотреть в будущее. Отсутствие свободного времени ограничивает вас в росте капитала. Вы никогда не сможете в себя проинвестировать то, чего не существует. Обратите внимание, что даже модель вашего поведения в социальных сетях, она тоже является частью вашего капитала. Потому что те новые возможности, та новая информация, которая приходит к вам, она дополняет объемно ситуацию на рынке того или иного бизнеса, тех или иных отраслей. Вы начинаете наблюдать те направления, которые вам интересны для инвестирования. И вы с помощью ваших друзей увеличиваете, расширяете свои возможности. Потому что вы видите таких же людей, которым интересно такое же. И когда вам нужен будет партнер по бизнесу, то, конечно, наблюдая за тем или иным своим другом, вы скажете, что у нас с тобой совместные интересы, давай вместе и начнем свое дело. То есть ищите будущих партнеров уже, наблюдайте за ними, наблюдайте год, два, три. И вы увидите, что таких людей достаточно много. Вы не единственный, который может этим капиталом управлять и увеличивать этот капитал. Денежный капитал. Денежный капитал – это очень сложная величина в части понимания свободы. Потому что свобода выбора, какое решение является оптимальным, какое решение нужно финансировать. И эта свобода принадлежит только вам. Первое, что вы потеряете, вы потеряете свободное время. Вы проинвестируете свое свободное время, и оно у вас исчезнет. Потом вы проинвестируете денежные свои накопления для того, чтобы получить дополнительный капитал. Но свобода выбора у вас исчезает. Поэтому ответственно относитесь к вопросу, куда инвестируем, что инвестируем, и эффективно ли это. Элементарный бизнес-план четко вам покажет окупаемость того или иного проекта. Если у вас есть знания, касающиеся налогообложения, бухгалтерского учета, это вам позволит определить риски того или иного бизнеса. Друзья, которые в этом направлении или в этой отрасли могут вам подсказать помочь, и помочь могут быть консультантами, и не стесняйтесь спрашивать их о помощи. Они всегда помогут, потому что если вы им помогли, то и они вам помогут. Это и есть формат партнерства. И не стесняйтесь спрашивать, когда не знаете. Стыдно не спрашивать, стыдно не знать. Потому что когда ты не знаешь, и об этом знают все, это стыдно. Но когда ты стесняешься спросить, а все знают, что ты не знаешь, это ужасно. То есть все не понимают, почему ты закомплексован в этом вопросе. Тебе же нужно просто спросить, и тебе ответят. Успехи и удачи. Конечно, в вопросе ведения бизнеса и формирования личного капитала, конечно, будут успехи и удачи, а может быть и их не будет. Опять же нужна философия. Как управлять своим капиталом для того, чтобы философски спокойно воспринимать неудачу, и, конечно, правильно воспринимать успех. Это зависит от ваших качеств. Поэтому первыми помощниками в части формирования вашей философии ведения бизнеса являются ваши родители. Проверите с ними элементарно один вечер. И проговорите, какие ценности они вам передали. Сохранили ли вы их? Возможно, вы могли бы дополнить. И тогда вы будете сформированы в части правильного ведения бизнеса. Бизнес ценностей. Ценностей духовных, ценностей семейных, ценностей государства. То есть вы синхронизируете с той моделью ведения бизнеса в этом государстве, или у вас совершенно другие ценности. Я готов отвечать на вопросы. Если вы готовы, добро пожаловать. Скажите, пожалуйста, мне очень важно ваше мнение, где и как хранить сейчас в данный период личные деньги, если, допустим, я не хочу вкладывать в бизнес, понимая, какая ситуация в стране, а в банке у меня уже был опыт, и не хотелось бы второй раз наступить на эти грабли. Мне важно ваше мнение. Где хранить или в чем хранить? Смотрите, где хранить дома, в чем... Дома, понятно, в банке не хочется. В чем, скорее всего, в таком месте, где вы чувствуете себя комфортно. Дело в том, что, смотря о каких деньгах вы говорите, если это деньги, которые касаются накопительные ваши, это те, которые вы в том конверте складываете на свои будущие расходы, то, скорее всего, нужно разобраться, могут ли они приносить дополнительный доход. Можно ли куда-то их проинвестировать? Если вы принимаете решение, а это должна быть ваша философия, о том, что на сегодняшний день деньги сохраненные, есть деньги заработанные, понимаете, да? Потому что сегодня, когда вы побежите за высоким процентом в банк, 30% годовых и отдадите, то это не факт, что эти деньги вернутся к вам через год. Поэтому, сохранив деньги, вы их уже заработали. Если у вас есть такая философия. Если же у вас философия другая, и вы готовы доверять банкам и разделять с ними риски, это тоже ваша политика. Но я вам советую научиться сохранять деньги. Вот придумайте свою философию, каким образом сохранить деньги. Потому что деньги сэкономленные, есть деньги заработанные. Деньги, которые вы сохранили, вот опять же их заработали. Где хранить, куда хранить, вы лучше знаете, как не отдавать деньги. Поэтому вы сохраните их оптимально. Сейчас не время для инвестирования. Я думаю, что в ближайших полтора года будет возможность, рынок начнет развиваться, и можно будет тогда инвестировать. Еще личный вопрос, который меня волнует. В нашей стране мы понимаем, что нет, как вы сказали, образовательных программ на обучение простых рабочих профессий. Естественно, нет создания своего производства. Уже у нас ничего нет, ни заводов, ни фабрик, ничего. Но в этот период банки в последнее время раздают кредиты направо и налево. Они способствуют ли обнищанию населения. Вот какая-то тенденция такая прослеживается. И люди вместо того, чтобы иметь капитал, у них ничего нет. Они не очень хорошие, оказывается, ситуации. Вы хорошо определили настроение наших граждан. Наши граждане готовы потреблять. То есть они готовы брать деньги и потреблять. Но они не готовы научиться их зарабатывать. Обратите внимание, что бюджет страны финансирует 34-35% граждан Украины. Это бюджетные выплаты, ради которых люди сидят и ждут, когда им почтальон принесет деньги. Это не стимулирует для развития бизнеса. Поэтому, то, что касается образовательных программ, система поощрения к ведению бизнеса, она должна быть такой, при которой мне выгоднее содержать себя, чем ждать помощи у государства. И на сегодняшний день, я думаю, что мы вынуждены будем прийти к такой модели. Потому что помощи от государства надо прекращать ждать. Государство не может помочь каждому. Поэтому выживать нужно в одиночку, приобретать знания, научиться зарабатывать деньги и научиться принимать ответственные решения для того, чтобы отвечать за себя. Я готов отвечать за себя, но я не готов отвечать за всех остальных. Вы приняли это решение, ваш выбор, зарабатывайте деньги. Я хочу дать вам совет дня, для того, чтобы у вас осталось что-то после этой лекции. Запомните, самое главное, мотивировать себя нужно один раз. Но если у вас существует структура самодисциплины, тогда любой бизнес для вас открыт. Добро пожаловать в бизнес. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!